В эфире служба новостей Саров-24 в студии Мария Рунис. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Реконструкция Ульфа Симашко, новый председатель контрольно-счетной палаты и корректировка бюджета. Депутаты провели финальную сессию. Превратить комнаты в квартиру о судьбе общежития по улице Менделеева, 54. Серебряная награда. Клуб «Реактор» занял второе место на Кубке Москвы по тейнтболу. Далее расскажем обо всем подробно. Городская дума завершила весеннюю сессию. На финальном летнем заседании депутаты рассмотрели 11 вопросов, большая часть из которых носили технический характер и приводили местные нормативно-правые акты в соответствии с верхним законодательством. Также народные избранники утвердили в должности нового председателя контрольно-счетной палаты. Ее сегодняшний руководитель Сергей Мартынов уходит на другое место работы. Его кресло 6 августа займет Марина Жукова, экономист ядерного центра. Еще одним пунктом повестки стала корректировка бюджета на текущий и следующий год. В 2018 уменьшен как план по доходам, так и план по расходам. Бюджет 2019 будет увеличен на 40 миллионов рублей на реконструкцию улицы Симашко. На 2019 год предлагается увеличить бюджет города Сарова на 40 миллионов рублей. Это по объекту реконструкции улицы Симашко в целях софинансирования данных расходов и заключения договора и объявлений конкурсных процедур. Данный объект 154,5 миллиона, из них 30% за счет средств местного бюджета. Остальные средства будут выделяться из областного бюджета. Началась предварительная работа по подготовке к перепланировке под жилой дом общежития на улице Менделеева, 54. И уже к концу года студенческие комнаты превратятся в обычные квартиры. Кто и когда сможет заселиться в них и куда делись прежние жильцы, расскажем далее. Еще несколько недель назад коридоры этого здания были полны людей, но уже сегодня этажи практически безлюдны, многие комнаты пусты. Общежитие по улице Менделеева, 54, совсем скоро превратится в обычный жилой дом. Подготовка к перепланировке длилась достаточно долго. Активная работа велась с населением. Как результат, многие жители уже расселены. Осталось лишь несколько студентов. Которым к началу учебного года будут предоставлены новые места в других общежитиях и будут под них определены две квартиры, куда мы расселим наших студентов. Сразу после того, как последние жильцы переедут в новые дома, начнется реконструкция здания. Отремонтированные квартиры предоставят очередникам, жителям нашего города, нуждающимся в улучшении жилищных условий. Будут переделываться из общежития в квартиры. Будет 20 однокомнатных квартир, 10 двухкомнатных. На сегодняшний день план капитального ремонта уже отправлен на экспертизу в область. Как сообщили специалисты администрации, отремонтировать дом должны до конца 2018 года. А уже в начале 2019-го квартиры начнут обретать новых владельцев. Мария Руинч, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей. Саров-24. Саров присоединился ко Всемирному фестивалю уличного короткометражного кино. За четыре года в России проект успел проехать более 40 тысяч километров и собрать свыше миллиона зрителей. Показ фильмов начнется 27 июля в 21.30 на танцевальной площадке парка имени Зернова. Саровчане смогут посмотреть семь короткометражных фильмов. «Петух», «Приключения начинаются», «Про любовь», «Солнечный ветер», «Двое вместе», «Каждый 88-й» и «Счастье на ладони». Другая важная информация в подборке коротких новостей. С 31 августа по 2 сентября в Сарове пройдет фестиваль «Зато всем весело». В нем примут участие представители парков и других мест отдыха из городов атомной промышленности. Они представят горожанам лучшие игровые практики под открытым небом. Кроме того, вместе с экспертами из Росатома участники фестиваля попытаются найти новый формат организации праздничных и массовых мероприятий. С 16 по 22 июля на нижегородских телесетях пройдут профилактические и другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. В этот период возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала. В Сарове отключение возможно 18 июля. Информация о том, когда и на каких именно каналах может пропасть сигнал, опубликована на сайте sorov24.ru. О проблемах с мусором сравчение могут рассказать в приемной губернатора. 17 июля пройдет горячая линия по теме промышленной и бытовой отходы полигона хранения отходов на территории Нижегородской области. Обратиться к чиновникам можно будет по телефону 8 831 411 9191 с 10 до 12 часов. В Сарове пройдет первенство России по лыжероллерам среди юниоров. Уже в конце этого месяца сильнейшие спортсмены страны приедут в наш город, чтобы побороться за медали и награды. Первенство откроется 25 июля на лыжной базе. 26 июля на улице строителя Захарова пройдет гонка преследований. В заключительный день первенства 29 июля состоятся эстафеты. Соревнования пройдут при спонсорской поддержке компании «Саровинвест». Миллион за борщевик. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области разработало законопроект, согласно которому теперь собственники земельных участков, где активно растет борщевик, будут наказывать штрафом. Для физических лиц штраф составит от 3 до 5 тысяч рублей. Для юридических эта сумма может возрасти до 1 миллиона. Чем опасно это, на первый взгляд, безобидное растение, выясняла наша съемочная группа. Вкусное название ядовитому растению досталось от его родственников, так как по всему миру их насчитывается около 70 видов. Борщевик сосновского распространенный в нашем регионе – один из трех гигантов этого семейства. Есть виды, достигающие даже 6 метров в высоту. Вообще, борщевик сосновского – это было культурное растение, которое к приказу Сталина было привезено из Грузии для того, чтобы делать из него силос для кормления скота. Потому что силос из борщевика, он в сто раз питательнее, чем силос из овса. Не до конца изученные свойства борщевика дали отрицательные результаты в применении, и его культивация была остановлена. Растение, призванное нести благо для сельского хозяйства, всего за 30 лет, как говорят биологи, убежало из культуры и одичало. Внешне это ядовитое растение напоминает гигантских размеров укропа. Высоту оно может достигать 2-3 метров и произрастает обычно на заброшенных полях, садовых участках и вдоль дорог. Борщевик стал жить своей жизнью и постепенно захватывать бесхозные участки земли. С ним очень тяжело бороться. Корень борщевика уходит в землю на 2 метра. Количество выдравших семян гигантских зонтиков может достигать 30 тысяч. За несколько десятилетий растение мутировало и стало опасным для человека. Сок очень ядовитый, вызывает ожоги второй и даже третьей степени. Если сок борщевика попадает на тело человека, то эфирные масла, входящие в его состав, лишают кожу защиты от ультрафиолетового излучения и вызывают фотодерматоз. Опасны все части этого растения, особенно в фазе цветения и созревания семян. Все действия с борщевиком нужно проводить только в спецодежде. Елена Грицкова, Артемий Глазков, Владимир Лисик. Служба новостей. Саров-24. Саровский пейнтбольный клуб «Реактор» завоевал серебряные медали на третьем этапе Кубка Москвы. Эти соревнования – отборочный этап Кубка России и финала Кубка любительских пейнтбольных команд. В соревнованиях приняли участие пейнтболисты северо-западного, южного и центрального федеральных округов по Волжье, Краснодару и Сибири. Каждая команда выступала в своем дивизионе. Затем, как боролись за победу саровские пейнтболисты, наблюдала наша съемочная группа. Турниры по пейнтболу проходят по дивизионной системе. Каждая команда играет три отборочных матча. И по их результатам определяются участники полуфинала и финала. Если в подгруппе больше 11 команд, играются еще и четверть финалы. Таким образом, за один игровой день команда принимает участие как минимум в пяти матчах. Если по времени говорить, средний дивизион – это где-то пять матчей по 40 минут. Чтобы вы понимали, это вам не футбол, а в общем, где ребята сгоняли 90 минут и все отдыхают. Это целый день напряженной спортивной работы, где команды соревнуются и в тактической, и в физической подготовке, и в личной подготовке, доказывая на поле, кто из них лучше. На турнире у команд есть возможность поработать с тренером-консультантом. Уже не первый раз наставником саровчан становится Денис Голев – игрок профессиональной пейнтбольной команды «Русский легион». Денис – член национальной сборной, действующий чемпион мира, обладатель Кубка мира и других спортивных регалий. Приезжая сюда, мы встречаемся на поле, выходим, у нас есть предустановленная схема поля, относительно которой мы знаем, куда может бегать соперник, куда можем бежать мы. И, соответственно, я стараюсь рассказать сильные и слабые стороны поля, привязать игроков, зная их особенности. В отборочной серии игр нашим спортсменам удалось без проблем разделаться с соперником и обыграть ближайших преследователей с сухим счетом. Команда и тренер сделали ставку на полуфинал и финал и не прогадали. Пейнтболисты старались не задумываться о том, какой противник их ждет на поле. Саровчане были нацелены только на победу. Отличная подготовка и плечо друга как на поле, так и вне его. Благодаря сочетанию этих факторов игрокам клуба «Реактор» удалось выиграть полуфинальный матч и попасть в финал. В последнем поединке счет после двух игр 1-1. Судьбу золотых медалей решил овертайм, в котором удача отвернулась от наших спортсменов. И саровчане буквально подарили победу своему сопернику. Результат – почетное второе место. Сегодня команда играла на очень высоком уровне, в том плане, что у нас выстроилась хорошая коммуникация. Мы вовремя доносили информацию друг до друга. У нас хорошо получалось отстреливать соперника. И, в принципе, было мало ошибок. По крайней мере, в отборочной серии. И, в принципе, ребята молодцы. Включая меня, мы все, мне кажется, качественно выполняли постановки нашего тренера. И это, собственно, привело к победам. Результаты российских пейнтболистов на мировой арене поражают. Мужская сборная – действующие чемпионы мира. Женщины занимали высшую ступень пьедестала почета три раза. В этом сезоне нашим пейнтболистам не было равных ни на ветеранских, ни на мужских, ни на женских мировых первенствах. Судьба золотого для российских спортсменов сезона решится в сентябре на мировом юношеском чемпионате. Кто знает, возможно, когда-нибудь ряды национальных сборных пополнят и саровчане. Дарья Цапорыгина, Владимир Лисик, служба новостей Саров, 24. Для одних просто хобби, для других – настоящий спорт. Одно из самых распространенных увлечений во всем мире – рыбная ловля – набирает популярность с каждым годом. Активно этим видом спорта занимаются и в нашем городе. На плотине прошли очередные соревнования по спортивной рыбалке. Ловили фидерным способом. Подробности далее. Профессиональные спортсмены в сфере фидерной рыбалки за минуту способны выловить до 10 рыб. Борис Ушиваева до такого результата еще далеко. К этому виду ловли он пришел уже после того, как набил руку на поплавочной удочке и спиннинге. Как утверждает Борис, фидерная рыбалка дешевле любой другой, да и удобнее просто. Не надо смотреть на поплавок, который находится в 10-12 метрах от тебя. Вся поклевка отслеживается по кончику удилища, которое достаточно близко. Ну и поклевки намного зрелищнее. Пока мы разговаривали, Борис успел вытащить из воды трех рыб. Все они отправились в садок. В этом виде спорта победа может зависеть от каждого грамма пойманной рыбы. До взвешивания спортсмены не отпускают даже самую мелкую добычу. Плюет, зараза, противно. Потому что что-то ей не нравится, подходит, отходит. Может хищник подойти и прогнать. Может другая рыба, которая над уклейкой доминирует, может подойти и также ее разогнать. А сама просто не будет клевать. Правилами рыболовных соревнований обозначается вид наживки, снасть, время ловли и даже возможность покидать рыбаком свое место на берегу. В городе любителей фидера огромное количество, но заявляют на состязание единицы. Я думаю, что основная причина в том, что люди боятся вот этого соревновательного процесса. Им кажется, что здесь очень много профессиональных рыболов, которых невозможно обловить. Это не так. В спортивной рыбалке, как и в любом другом виде спорта, непременно присутствует спортивная удача. Место, где располагаются спортсмены, выбирается с помощью жребья. А в удачном месте, по мнению Юлии, даже неопытный рыбак может побороться за первое место. Борису Шиваеву повезло. Место на берегу ему досталось рыбное. И как результат, 820 граммов улова и крепкое второе место в общем зачете. Кирилл Васенин, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Восточная мудрость гласит, мед – лекарство от ста болезней. Полезное и вкусное лакомство соровчане могут приобрести в Центре культуры и досуговнеев. Там открылась выставка «Медовая феерия». С 16 по 20 июля в Центре культуры и досуговнеев проходит ярмарка «Меда». Пчеловоды Михайловы уже не первый раз в нашем городе. И соровчане успели по достоинству оценить мед с их пасек. На ярмарке традиционно представлен огромный выбор этого натурального лакомства. Каштановый мед улучшает кровообращение. Или, например, мед с пыльцой. Всего три чайные ложечки в день, и никакие простуды и вирусы вам больше не страшны. Пыльца очень полезна для деток, для взрослых. Это тоже как профилактика идет от простудных заболеваний, потому что в пыльце очень много содержится полезных витаминов. Конечно, на медовой ярмарке вы найдете все традиционные сорта меда. Липовый, гречишный мед, диких пчел, майский мед. Есть мед с мумиё, с пиргой, с ягодами. И один из самых полезных видов лакомства – мед с прополисом. Прополисный мед с живицы тоже очень полезный. Прополис – это вообще природный антибиотик. Он от всех заболеваний. И бронхиты, ларингиты, ангины. Его очень тоже хорошо кушают для профилактики. Кроме меда, на ярмарке вы сможете приобрести и другие продукты пчеловодства. Прополис, пыльцу, пиргу, мази для суставов и маточное молочко. Спешите на медовую феерию. Ярмарка работает в Сарове с 16 по 20 июля. Кстати, весь мед пчеловоды Михайловы привезли со своей пасеки. А это значит, что качество продукта они гарантируют лично. Вас ждут в Центре культуры и досуговнеев с 10 утра до 6 вечера. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями Горда на нашем канале в Ютьюбе и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте sorov24.ru. В студии работала Мария Рунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры создавал DimaTorzok